приветствую всех на своем канале с вами милана мунлайт и сегодня я хочу вас познакомиться с четырьмя ароматами приватной коллекции азенберг начну с аромата под номером 2 это аромат jardin the sense secret тайный сад чувств такой сладкий сливого малиновый такой вот настойный густой аромат знаете цвет у него такой кровавого такой алла красный такой прям максимально настойные и когда его тестировала я первое впечатление это как будто аромат перебродил либо перестоял но такой эффект отдает слива и вот эта нота сливы она кажется что она уже перебродила что-то аромат испортился либо аромат старый но нет аромат расходится он звучит ярко насыщенно густо кстати хочу сказать что вся линейка звучит достаточно в таком классическом понимании но ароматы все разнонаправленные и они читаются ярко и вот богатая как-то вот богатого по пирамиде по звучанию они вот яркие насыщенные и сейчас август и наконец-то началась жара после долгого холодного лета ароматы конечно сегодня в 32 градуса немножко перед перебор ароматов даже одно нанесение она звучит ярко насыщенно густо и все-таки время наверное даже вот у всех ароматов это осень зима так что кстати ароматы на осень нам скоро понадобятся так что можно тестировать узнать на коже на мои на горячий такой суховатый аромат уже немножко как-то разошелся но старт он был очень яркий я подумала ой нет мне это не нравится это не мой аромат но сейчас могу сказать что это такое фруктово такой теплый амбровый греющий аромат верхних нотах слива малина мандарин грифрут и розовый перец вот для меня в старте все таки вот малина и слива они вот из плоттера даже спичат до сих пор очень ярко красиво динамично задаю такую фруктовую сладкую такую густую позитивную ноту но это все в разрезе такого классического понимания ароматов я не знаю как объяснить но вот такое создается впечатление что то такая вот красивая классика вот этот аромат он как любой другой из линейки приватный айзенберг они достаточно яркие такие вот но в классическом разрезе средних нотах солнечные ноты интересные ноты жасмин роза кедр пачули как же получают эту солнечную ноту но аромат явно позитивные явно такое красиво направленный если сравнить аромат айзенберг а где тоже есть нота малины который мне тоже интересен и там и более такой фужер на свежие зеленоватый такой цитрусовый его сложно описать сложно расчленить на ноты а это уже такой более насыщенный более зрелый то есть там была девушка такая яркая взрывная игривая а здесь уже девушка становится дамой и вот эта сливовая нота задает такой тяжеловесности аромату роза жасмин они тоже чувствуются ощущаются сладостью такой вот цветочностью можно сказать что это возрослевший айзенберг а и и в базе амбра бензоин ваниль пралинные бабы танка сандал мускус здесь вот красиво звучат пачули аромат очень богатый такой с красивым таким звучанием таким обволакивающий тягучим таким вот он прям такой прям сочится сладость из этого аромата да там такой вот более сладкий фруктовый цветочный все-таки фруктовый больше из руки у меня уже за три часа осталось наверно только база я не могу здесь выделить прям такие явные бабы танка такие прям густые как например dior adict нет все так очень легко было намеком это такое направление ароматов классические такой вот равномерно распределенной нет здесь прям гипердозы до мускуса гипердозы ванили все в меру все красиво благородно и изысканно так вот смело густо перейдем к следующему аромату это аромат под номером 3 3 ключ и это уже шипровый аромат третий аромат вольда шипры секрет секрет шипровый вуале переводится знаете это такой землистый густой не он кстати на старте показался тихим таким ненавязчивым но потом он разошелся и он стал таким примут здесь есть дубовый мох здесь вот есть именно вот этот богатый шипр в классическом понимании я бы вот как-то так выделила он звучит и почули его так сладко и землиста и горьковато аромат безусловно мне понравился он такой вот если вот хочется приобрести действительно такой вот классический богатый такой вот насыщенный аромат то эта линейка как нельзя кстати подходит нас кстати не представлена первый ключ его видимо разобрали либо уже закончили на тестер и 4 вкусно вкусно землиста и сладко перечислила на ноты здесь есть моя любимая нота персика верхних нотах ревень черный перец лимон розовый перец бергамот грейпфрукт это верхние ноты средних нотах фиалка роза жасмин такая классическая цветочная трио средних нотах знаете здесь вообще трудно выделить вот конкретику до какой-то внести вот прям по ноточкам разобрать это будет трудно айзенберг это такой бренд где композиции в целом они цельные и сложно расчленимые здесь нет какой-то гипер доз и здесь можно только читать ноты слушать обонять блотер либо с руки запястья и потом уже понимать что то я слышу такую ноту да я слышу эту ноту а в самом когда в первом за тесте если вы будете тестировать ароматы вы подумаете что это все плюс-минус одинаковое но со временем на коже раскрываются вот эти разные направления более фруктовые более шипровые и тогда уже есть разница в ароматах и в базе почули дубовый мох кедр амбра сандал мускус лапданум и ваниль почули я ощущаю дубовый мох легкая такая знаете скругленность есть у аромата легкая что как бы он такой вот немножко пудровый но он идет все-таки через землистость через мшистость через такой шипровый такой вот искристый такой вот перелив есть такая вот сладость на грани с горечью да и вот персик и ревень да вот как они тоже же верхних нотах также должны и сладости какая-то горсть селенистость в тону вот есть в этом аромате очень интересный такой вот он на меня он привлекательный в том в плане покупки плане насть носибельности на таком направлении нет в ароматах и этим он мне очень нравится прям красивая такая добротная классика в шипровом направлении но с различными такими нюансами игрой нот следующий аромат под номером 5 амбра дэри энд секрет файл тайный восточный янтарь это такой солнечный такой медовый такой тягучий такой амбровый такой сладостный такой тепло мягко пряный аромат скругленный вот он очень теплый он очень такое вот прям прогретые лучами солнца супер сладость мне кстати он тоже понравился только со временем начинаешь понимать что вот аромат они в разном направлении а первое впечатление как будто вот они все немножко одинаковые но они разные вот действительно верхних нотах корица розовый перец роза жасмин бергамот легкая такая вот переливчатость першистость есть в аромате средних нотах кедра бетивер на гармота пачули базе амбра бензо не ладан бобы танка ваниль мускус знаете для меня он пах ладаном но как-то вспышкой сейчас я лада не ощущаю с руки тоже не ощущаю ощущаю больше такую амбровую тягучесть такую сладость но здесь же красивые ноты это амбра бензоин и вот это ваниль в базе она априори мне подходит потому что для меня вот это трио даже три лазис даже намного больше это бабы танка еще мускус они для меня это просто вот красивая такая богатая база для моей такой горячей кожи которая вот будет подогреваться и дышать я думаю что ароматы средней стойкости потому что на руке у меня они есть они ощутимы но я бы хотела их обновить прошло уже три часа если у вас есть коллекции данная линейка айзенберг либо какой-то один аромат напишите свое мнение мне интересно аромат красиво вот это такая если осень то это осень такая золотая такая вот густая солнечная теплая вот тягучая вот на вот это теплое бабье лето на вечер это просто вот шикарный богатый аромат да и вообще на любое настроение он просто вот на коже может так красиво раскрываться у меня легкая сладость но здесь запястья уже немножко смыла его но на плотере это просто великолепно шестой аромат сюрды ориент секрет тайная восточная кожа и это аромат ориентальный он восточный с такой немножко дымящимся таким деревом либо сандалом таким ветивер здесь очень сильно звучит сандал дымится и вот есть такая древесность восточность ладанной истории дымные истории он красивый я думаю здесь даже мужчина может его носить не только кстати эта коллекция линейка делится на мужские и женские ароматы но я вот этот аромат бы посоветовала даже мужчинам присмотреться потому что он явный такой универсальный аромат и женщина мужчина может подойти красивые вот здесь прям восток-восток верхних нотах как ни странно есть малина шафран лист черной смородины и перец вот шафран конечно здесь задает такую восточный такой вот богатство какой-то такой раскрывает нам тему востока средних нотах кожа ладан роза фиалка жасмин найти фиалку здесь вот точно не вычленить и потому что другие ноты они более активные ладан но здесь айлатан ощутим конечно в базе палисандр амбра лаптанум сандал мускус пралине вот такая композиция я просто уже немножко вы погружаясь в аромат и знаете вот он как так постоянно такой вот колышется воздухе дымный аккорд такое тогда томится вот этот ладана и такое испарение аромат очень древесный такого-то на сандаловой такой подложки тлеет лада знаете еще есть такая дымность немножко копченая нота и аромат воспринимается как кожаный красивый безумно интересный аромат для меня он все-таки даже еще как бы и мужской но для любителей вот таких кожаных дымных восточных звучаний идеально наверно на горячую кожу потому что он будет смотря как с раскрытием да ну томится плеть и не знаю как на холодной коже он будет но на горячую кожу он будет мне кажется объемным таким на холодной коже возможно он будет немножко плоский и думаю все таки в такую влажную погоду не сухую такой солнечную во влажную погоду вот он будет прямо максимально такой вот красивый такой вот атмосферный до распространиться по воздуху в пространстве потому что я заметилась такая особенность что у дымных ароматов сухую такую жаркую знойную погоду у некоторых вот они они начинают когда подушивать их становится много то есть они заполняют быстро все вокруг а в влажной погоде они по воздуху как-то вот распространяются по этим молекулам воды не знают как-то более такой полегче воспринимается интересный тоже аромат хочется познакомиться с первым из четвертым ароматом мой такой короткий экскурс такое первое впечатление надеюсь вам будет интересно потому что мне в принципе марка айзенберг очень интересно она необычного такая вот творческая для меня сложная в каком-то обонятельном спектре тут сложно вычленить все ноты это хорошо если вы еще отгадать как-то поймете направление шипровая здесь очень яркое направление кстати его сразу она ощутимо где-то но ты кстати перекликается и создается впечатление может быть за за этим да таким а за этой особенностью что ароматы плюс-минус одинаковые то что компоненты где-то дублируется и есть такой наверное эффект но все ароматы индивидуальные яркие и их нужно разношивать не один день и желательно конечно иметь хотя бы отливан мне понравилась данная линейка от айзенберг и хочется все пробовать разношивать потому что действительно достойные ароматы всем спасибо за просмотр всем нашли воздушные поцелуи всем пока пока спасибо за просмотр всем пока